ой смотрите приехали мои красавчики ах ты мои какие красивые все таки ухожены а где то лоренце кейсану статы браве вера лоры а лора апру филиппу мама роднику мы сидим до табелла идите сюда уже ой боже мой куда вы пошли симонша не узнаешь дом свой родной боже какие похудшие пахнут прохудшие пахнут и чё ты боишься на первый раз три глаз мурка это у меня там не лампочки дети буду менять настольные на это выкидывать буду идите сюда девчонки ставлю мальчики мужчины держу закрыты потому что жарко идите сюда филя 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 фил 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 идите сюда чтобы боже кстати они пахнут а ужасно но типа это конечно типа ну как это парфум у них типа надухали их ну вонючий такой парфум им помыли уши подстригли ногти помыли вообще всех подстригли коротко причем но они у меня только не надо стриженные были так сколько места 2 на на прошло у нас трижка там где я стригу стоит 35 евро стрижка помыть и ногти обстричь мужик который со мной в баре иногда сидит который тогда помните на видео отрыгнул я у него спрашивала он собаку отвозит он собаку отвозит куда-то подальше вот от меня потому что я опять говорю это дорогой район где мы живем не здесь единственный магазин для животных потокуют большой который делает вот эти вот насколько я знаю который дело обслуживать так животных это дорого вот скидку не делают хоть вы им 6 котов приведите вот он возит по моему за 26 евро он возит ему тоже все ну типа все вместе делают но он куда-то далеко возит на собачку свою симочка красивый мальчик и коты у меня ухоженные и не надо говорить что коты воняют опять началось под видео такое там за этих котов я не знаю там 300 комментариев на строчили чего они воняют если они у меня помытые побритые уши помытые ногти обстричные чего они будут вонять вовремя песок менять и конечно если бы я пользовалась песком из песочницы стояла бы вонь на силиконовый песок если вовремя меняете он не воняет здесь мне еду привезли вон целый мешок стоит еды кошачьи все под контролем здесь водичка и постоянно меня там сухой корм потому что допустим машка она не ест консервы говорят кот не шипит шипит девочки он только не шипит когда вот есть выходит он не шипит иди сюда филя 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 не может понять где он думали филя филя как только переноску увидел сразу утекать начинал но у фили был самый такой он самый пушистый в том плане что у него была грива под челюстью и она уже выпачкалась на подоконниках он же нос у него приплюснутый он когда пьет у него весь мочится ты думала дам им паштета шопами от стресса вырос этот бандит вырос ты бандит вырос вырос мальчик вырос кушай не бойся бакси не бойся опять начали давайте выкинем котом все дружно придите все дружно камни камни и выкиньте мура мурочка филя филечка видит у меня там выбрана просто девочка сливок против меня сибири перед ухо что-то на холоде заняло место и сидит смотрит на меня симпатично улыбается и дедушка все буду читать ваши комментарии в инстаграме смотрите у меня вода почему уже не кассу женщин ну такого белка сливы это крем и шоколад ух конечно этом мне по написывали под последнее видео мама не горюй что неужели я так взволновала народ я же не говорю что 50 лет нет красивой девочки и тут тоже 50 лет есть красивыми не забывайте на тот момент когда я думала что 60 лет это много мне было третий все же это рамсы путаете так у красивой марины все будет хорошо кто-то написал на эту валентина марина вы супер кстати я тоже недавно смотрела старое видео вашей песни дима и вообще супер не так писали загуляйте пожалуйста у меня они сгорели на том компьютере на старом компьютере осталась память любите ли вы этого человека любишь марина карлоса до сих пор и в каждом видео ты вспоминаешь о нем я тоже телец наверное любит а почему здесь так я не вспоминаю потому что это последний герои нашего времени моего времени я тебя понимаю столько лет вместе детьми принял любил как мог приняла его искренне как умел ты это пережила возврата к кошкам все-таки нет и так бы хотелось вернуться туда где была счастлива да я не хочу туда вернуться и если бы мне предложили я бы не вернулась марина у вас получится обязательно очень красиво спасибо марина все просто спасибо огромное спасибо такие комментарии марина не переживали мы сделаем шкаф и делаем копы сразу копы же главное ремонт делать сердечки поставили я сердечки ставлю даже на плохие комментарии марина я сейчас посмотрю ваши старые видео мне очень нравится вообще люблю возвращаться в прошлое нет если честно очень скучаю за вами тогдашняя почему что изменилось очки розовые снялись нет а я не поняла что саша делай дома при ремонте дело не в этом дело в том что я два дня не брал не он не брал трубку маргарита у саши телефон нету телефона саша без телефона имею право поинтересоваться где моя ночь еще в этом плохого знаю я я не могу вам об этом рассказать потому что это не касается меня для меня напишут заявление распространение значит есть о чем не переживайте мне все под контролем так ладно сейчас попьем кофеек лица не меняется один только новый человек и там все те же сидят придут газеты минерал очки попьем инстаграме давали много вопросов жарко женщин в этих самых брюках джинсов вкусная вода девочки здесь мало бульбышечек она не очень минераля только слабая вообще я не люблю в кафешках есть потому что когда сидят за мужики я смотрю на стопы на голые по сидит в кафе каждый день жрет adidas покупают говорит кто может помогите не сказал кто-то может сказать если кто-то хочет есть возможность помогите нет нет сара не слышу наклеивать да с педикюром с маникюром с депилированными руками я скоро еще зубы поставлю ну красота я не могу это вот волос но здесь старый не ухоженный полный зато булка политик от фанеры на парижем когда когда жил со мной я ему делаю педикюре сама даже бесцветный лак с витаминками по кальду да девчонки я что-то засмечалась сама накатали такая булка вкусно чуятное раньше отказывалась так инстаграм поехали смотрите я даже не открывала инстаграм из этого покажу что 20 до сообщение на инстаграме специально чтобы не подготавливаться по цветам ну или напал на мама макушнику пока с ней сегодня разговаривали леночка тебя привет рука сегодня с ней связан с отдыхает присутку вопрос почему так они стали работать вместе типа карло и макушнику портос и арамис потому что портос карлос он очень ответственный человек если он работает он работал и если он ну естественно с ним работает на все сто он хочет получать за это свои деньги у них был договорен был договор что то что карло помогает с машинами если карло находит покупателя на машину то ему какой-то процент идет продажи насколько я помню вот и сейчас я не буду говорить что у нас одну машину продал две машины продал три машины проданы не знаю там какое было количество но он нашел к покупателям и в ответ тишина ему не были даны вот эти пациенты он человек слова и дело не ешьте пенку девочки не смотри детки булка бомба ну вот и поэтому он сработал шоу наша у карла очень много знакомых молодых это все на машинах мужчины не часто меняют когда дело контракт мог бы делать контракты продавать спокойно поэтому он постепенно по ней не ругались просто портос постепенно постепенно отошел отдел потому что тут не сдерживала свои слова там нашим марина привет тем она размышлены подростки и их игнор ну девочки я сама не знаю потому что самой дети подростки здесь надо знаете все же по хитрому не знаю сама вот в этом копаюсь нет вопроса размышлять есть вопрос константировать здравствуйте марина можете разлить тему сексуальность итальянских мужчин такие ли они страстные как нам кажется из вашего опыта как нам кажется из вашего опыта спасибо девочки такого решения потом нету салон цена если это тема вас не смешает конечно конечно не но многим девочкам будет интересно мачу постели но девочки включите сайт юджит забейте и это сам смотрите это ли еще вам сказать не но я не знаю даст знаете это ну если могу судить там это надо большое количество людей чтоб прошло мне кажется это такое индивидуально это не зависит от нации то что не практикуется секс в строем в Ургии это да потому что у нас были знакомы мы встречались в компаниях но он рассказывал что он именно занимался вот этим вот его приглашали там семья они приезжали там к примеру но там в франции или швейцарии они приезжали договаривались оплачали ему там где что и как он ходил зарабатывать деньги там то есть они прям у них прямо уже это прямо уже есть вот эта вот система что есть обмен с семьями то есть они уже знают где кого искать это у них что знаете как поехать на субботу в сношении отдохнуть где-то на это я слышала то есть а и в и я да марина здравствуйте подслежу за вами на ютюбе вы мне очень нравится это не то я думала что здесь будет вопрос я прошу прощения напишите мне пожалуйста попозже чтобы ваше смс вниз не ушло то сейчас видео снимала думала что это вопрос какой-то а это ваше сообщение для того чтобы я просто прочитала позже а то у нас вниз уйдет так как было открыто я потом его не найду отличная вот нравится рубрика кофе по утрам марина какие-то вещи с макраме у вас есть дома я смотрю вас с 2013 года не так ваша тема интересная тоже пью кафе с вами по утрам и кстати сегодня кто-то прислал на инстаграм фотку типа тоже телевизор на экране типа мое видео и типа тоже с букой так смешно стало прям настроение понятно конечно интересное запрещение ваши бывшие с бывшими девчонки а что с ними это взаимоотношаться с ними уже все проснувшено дано дано сношенный материал видите сколько лет жада терпит повторяю это слово маркиза меня хватило на полтора года на два на сколько там человек теперь я так не хочу я не терпела я не буду этим заниматься просто надо уметь расставаться нормально спокойно зачем это там услурили тему с этим расходом что он не давал в детей вывести зачем потому что он меня хотел устранял как эту через детей больно у меня есть бывшие классные чуваки есть классные из которой люди жили-жили разбежались и так же я если привезли в перешево в керамбе себе на 1 январь и 50 и 60 Xen управлять все на пальте и нужно вычез�� в тепло в лицах у фишек в корсах у меня есть Если у вас есть нужды, то хорошо, и у нас продолжение. Люди у нас на финале 7, на финале 7 и на сервисе. Сейчас девочки не поговорят, я переключусь. Не слышно. Слушаемся, давайте отключу на еще один вопрос. А то уже под видео пишут. Ну, Марина, надо признать, что Карлусик от тебя вышел потрепанный. Парень с образованием. Не закончила. Парень с образованием. Добрый. Могла бы направить в нужном направлении. 99% успешных мужчин зависит от женщины. Так что сейчас не надо ля-ля тополя. Может, закидайте меня за это помидорами. Я их люблю. Я не поняла кого. Мужчины или помидоры. А, помидор, наверное. Слушайте, когда он пришел, он пришел с двумя или тремя огромными, знаете, эти черные мешки, никуда было спадывать вещи со своих вещей, вот этих вот, которые уже там приняли запах у медитана итальянского, какой-то влажности. У него был свой шкафчик, ему все постирали. У него были в одном шкафчике носки, в другом шкафчике трусы. Он даже этим не занимался, не искал. У него даже появлялись новые трусы с носками, он даже это не замечал. У него были постираны курточки вовремя, не было никаких грязных. У него висело, когда он работал в офисе, 15 рубашек. Просто он тоже такой шеет, что он любит свою свободу, независимость. Он сам себе решил, сам себе сделал. Я насчет этого ничего про него сказать не могу. Он очень начитанный. Он в какую бы компанию он не попал, там, я даже не знаю, биологов, химиологов там, я не знаю. Он со всеми найдет общий язык. Он насчет этого начитанный. Блин, занял на место мужчина. Так ладно, поехали по инстаграмму. Ну, девки, вы лучше не направляйте своих мужиков, а вы лучше отправьте их, сделайте ногти или как минимум сами поставите. Положите. Марина, у вас есть мечта, естественно. Если бы не мечта, я бы загнулась бы и сдулась бы. Конечно, мечта, она, это то, что убегает вперед. Как без мечты. У меня волосы отрасли. Какая шикарная женщина. Кто бы что написал. Там, кстати, вот. Тоже там под ютубом сейчас загляну. Вот так вот она. Вот вы развели там демагогию. Ну, я не знаю, видно, что ребенок, наверное. Для ребенка или нет большого ума. Сейчас там, ну, там девочки начали. Девочки, не ругайтесь. Ну, вам триста лет не надо. Ну, мне облетело-вылетело. Я видео отвечу на свой, ну, на вопрос заданный мне. Не ругайтесь. Это, знаете, такие люди, которым, ну, ничего вы не докажете, честное слово. Это изначально человек о вас уже хочет так думать, ему удобно так думать, чтобы вы ему не сказали. Вот мне пишет человек. Иванова Елена. Кстати, вы давно, по-моему, не писали. По-моему, вы раньше писали. Вот вы пишите. Я никогда, в принципе, не писала, но, втроеточие, там, те, кто тебе делает ремонт, скорее всего, без документов. С чего вы себе это взяли? Зачем вы это придумываете? Скорее всего, без документов. И делают ремонт людям, которые не могут заплатить. как это без документов делает ремонт людям которые не могут заплатить а за что они делают документы что людям которые не могут поэтому вам ничего не показывают видео потому что вот такие как вы много сидите думаете копаетесь не забивайте себе голову решайте свои проблемы они у вас есть это понятно по комментарии потому что счастливый человек некогда тратить свою энергию на негатив поэтому что видели что ты далеко далеко не вместе на петах только ошибок я обязательно с ошибками пришли до такой степени далеко бедная просто прикидываешь спасибо большое это комплимент естественно у меня дети у меня мама с папой у меня сестра у меня племянница я всех люблю своих родственников естественно как я не богатый человек и даже не среднестатистический просто я кручусь ну что видели что ты далеко не видно на прикидываешься часто прикидываешься нахуй мне так цирк покупаешь adidas мне денег на шланг души у меня есть деньги на шланг души зачем мне самую делать шланг души если я знала что будет делать ремонт я артист у меня даже написано в туговой книжке что я артист балета карты балета кому как и думаю и строишь ты из себя беднягу там это все с многоточины и показываешь облезли ровно окна у меня облезли они со временем облезли они не были такие облезли облезли за ними надо уход за ними не ухаживали пришло время за ними это ж не то что ноги у вас не ухоженные тут вы через десять лет вспомнили о ногах ноги должны быть всегда ухожены я уже молчу про звук окна чтобы тебе люди посочувствовали зачем мне посочувствовали у меня там есть пайпол под видео вы можете мне сейчас переслать 1 рубль это будет вознаграждение хитрожопая вот оказывается здесь собака зарыта да трудно было но ты сама в этом виноват и никто другой ты выбрала типа они душу теперь хлебай будет душу откуда вы знаете если я рассказывала за того состоятельного человека у него душа у него в душе были мужчин вообще монет какой нужен педагоги откуда вы знаете прям там сейчас я буду вам все расскажу то она виновата на минуту другую душу а теперь хлебай свою кашу да у меня всегда были пятерки если я говорю а говорю я редко всегда в яблочко чем здесь мне ваши пятерки с чем не ваши пятерки вообще не могу понять о боги зачем пятерки так ладно дальше поехали по инстаграм не грубите потому что я заблокирую если вы пишете пишите без оскорбления зачем вы оскорбляете по инстаграму что девочки какие выпуски создавали так наверняка вам родители говорили в детстве вырастешь поймешь выросли поняли поняли о чем они вы так говорите своим девочкам да что такое дружба в вашем понимании я считаю что дружба это взаимовыгодные отношения до тех пор пока вы друг друга можете чем-то подпитывать вы будете дружить как только один человек разочаруется даже не разочаруется как только скажем так будет не нуждаться в ваших действиях я не знаю там и во всем остальным дружба закончится я думаю что дружба это только взаимовыгодные отношения естественно это должно быть и важнее всего конечно это единомышленный это обязательно должен быть единомышленный человек я например не могу дружить с людьми которые меня стараются переделать как кажется им лучше сделать меня сначала они начинают дружить со мной потому что вот я такая я интересная я веселая и люди хотят со мной дружить потом они понимают что за всем вот этим цирком все равно есть серьезный человек весь человек со своими проблемами глубокими возможно проблемами ну еще имею ввиду не псих не психическими это мне там написали в этот видео снимаете кажется что типа у вас там ну типа проблем не удаст вам столько самоубийством заняться нет я вообще считаю что проблемы которые можно решить деньгами это не проблема этой неприятности вот и когда вот потом меня вот начинают типа вот подружки 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 как у меня начинает менять подстраивать как себя то все я на этом ставлю точку какой бы человек и опять же говорю это не потому что человек плохой а я такая классно просто мы разные просто человек вот начал с тобой дружить и он на самых порах он себя так преподносит совершенно по-другому да то есть внутри он уже думает о вас так как ему хочется но потом он типа постепенно лаконично он думает что сейчас он вас переделает и поставит под себя я не тот вариант абсолютно абсолютно не тот вариант кстати вы знаете что я видела клеопатру кто смотрит видео давно мою соседку девочки как она ксс нокс жибательно выглядит вообще какая она худенькая позже сколько ей 50 шанталет это вообще-то был это бомба не женщина как она выглядит и вчера встретила наверняка вам родители говорили в детстве вырастешь поймешь выросли поняли чем они я говорю все лично там тоже так что вот вырастете поймете как она достается все тема за чашкой куфе как вы вообще попали в италию или вы когда-то об этом рассказывали я попала в италию очень случайно в том плане что все ехали я поехала в том плане что тогда начались эти вот модные контракты за границу девочки зарабатывали сейчас не буду сейчас вдаваться там глубину этих самых я на тот момент уже работала с и время данилка у меня есть видео на канале я наверно его закрыла из-за авторских прав ему надо надо переделать или не закрыла я не помню ничего я работала тогда уже андрея данилка я работала в первой линии в кардебалете в балете у меня потанцовка очень удачно я была самая старшая у всех вы так скажем я очень люблю андрея михайловича очень люблю и тогда появились первые контракты все начали оформлять контракты на дубай на эмираты не надо не на дубай там бахрей и все время у с бахрай нам вот и готовились эти документы и я под компанию я говорю я поеду мне еще андрей сама лично андрей михайлович говорит марина не едет ну блин а он как раз запускал новое шоу свое вот я очень хотела попасть в труппу я тогда была его поклонницей мы тогда пересекались он только только начинал свою карьеру выступал в клубе голливуд и мы с не пересекались на выступлениях естественно мы уже отработали свою часть как балет там и все очень сильно балет блокаут был с очень сильными костюмами на тот момент хореографии у нас был свой собственный диджей прямо именно контора если интересно потом напишите я вам расскажу потому что эта тема мне интересна вот и потом закрывал концерт он этот худенький мальчик как сейчас помню и мы сидели нам накрывали стол уже там знаете ведь выпить и по 100 грамм абсолютно я ему пришла андрюха сердечко я тебя люблю я прям я прям орала я я тащилась от него я училась уже в университете культуры первый курс и я бежала на него нет я вру это был не первый курс это был второй курс у меня слава была я уже родила святославу я родила святославу я моталась по украине с концертами поэтому маму я я маме ответом но я рассказывала что я увезла маме потому что я не могла совмещать работу но это как у многих артистов сейчас не надо тут не важно какого птица какого вы полета взлететь можно было и выше нефортуна удача приходила очень много раз в руки тут зависит только от того что насколько вы можете и воспользоваться вида ноя кандапарло но 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 и то 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 она машина вот и когда у него был кастинг я пошла на кастинге я вообще так сильно переживала и я не помню что обижалась это был первый курс у меня не помню очень обижала помню что только точно я бежала откуда-то с работы или из этого я бежала чтобы только посмотреть его свишо которое было тогда по украине меня взяли в первую линию это чё 3 первая линия вообще девочки давайте снять правде в глаза не через какую-то пищу через постель там или там еще перешет это было все это было так это глаза душа и выгорели эти люди это чувство а вот первые контракты я помню что когда мы оформляли все танцевщицы мы оформляли контракты мы тогда еще пошли гадать на карте таро на карте таро у нас оформляла несколько человек с одной группы там подруги по подружке вот я помню что никто не прошел есть их подружек прошла я вот этот вот контракт и мне сказали что типа не едьте туда потому что ну типа там у вас будут там обман там безденежек короче невыгодный контракт карты таро все карты таро все равно я поперлась я там отработала да да меня уже к андрею взяли у меня дочки дочки тогда была маленькая да да славя там уже 8 я это самое отработала и потом появился контракт на италию появился контракт на италию девочка какая-то заболела лишь случилось и но при киев путь суде гад чай все ладоры дегат и сгурами пошел на собака нюхать кошки вот и был контракт на италию и мне просто сказали что типа есть контракт на италию девочки нет пойдешь типа и кастинг проводят типа в этот балет вот именно который на тот момент был сам я не знаю можно ли называть имена на самый сильный балет самый крутой до сих пор преподает наш руководитель классный балет очень классные знали уже в аэропорту они они облетали объездили пол европы пол страны можно сказать так и вот ну и в принципе если нет там другие балеты набирают тебя возьмут в другую группу кастинг меня взяли без кастинг вот этой вот шутки я пришла в связи сперматозоидов которые смеетесь такие шпильки были огромная платформа с каблуком таким мощным куда красиво стрижки я эффектно я всегда была девка не писали наше стану злорадствует наверно думаю кто посмотри какая уверенная да еще вы мне этого не убрать я очень уверена в себе я знаю дела могу быть уверена где мне надо промолчать вот меня взяли я уехала мне так моталась три месяца контракт возвращалась три месяца контракт возвращалась здесь мы танцевали работали у них и нет таких дискотек как у нас они называются ночные клубы ничем я не заменялась не занималась не надо там сейчас комментариях фантазировать я привозила чистую свою зарплату заработанную по контракту я сейчас это помню даже сколько это было денег и на первую зарплату которую я привезла домой через три месяца я купила маме с папой боинг боинг назовете как воду разогревает и купила маме машинку стиральную то есть я даже не себе не побежала покупать ничего я с первой зарплаты купила родителям в квартиру сейчас помню это была машинка энтезит по моему вот этот вот нагреватель купила я родить я помню что я купила все туфли мне потом из собака моя погрызла вот и так моталась моталась потом так здесь и осталось обстоятельства но это уже другая тема для разговора ладно девчонки давайте на этом наверно будем заканчиваем видео уже идет очень давно по крайней мере я разделю если что видео на две части все всем пока пока до новых встреч огромное спасибо за ваши комментарии за ваши вопросы вообще за то что вы так появляете активность на канале помогаете в его развитии я очень тоже стараюсь своего рода так скажем работаю над собой youtube очень меняет людей я ни капельки не изменилась которая мне пишет типа вот вы раньше были не такая я такая же была абсолютно я ни о чем даже в жизни не жалею судя по другим комментариям что типа вот ну и чего был у вас там маркиса типа в жопе мира вы были если бы не он я уже не молчу там за детей да там не было я не хочу даже тему поднимать если бы не он я бы не начала так относиться к жизни я бы не была настолько закаленная смелой сильной я увидела себя с другой стороны я полюбила людей я начала уважать людей начала уважать мир как бы это громко не казалось я с ним пересмотрела всему себя я пересчитала знаете как можно все время перечитывать анжелика и король можно пересчитывать и каждый раз будет новая точно я кстати анжелика и король прочитала все тома юности поэтому я ни капельки ни о чем не жалею единственное что я знаю что естественно могло бы по-другому естественно ищу не все не поздно есть тут пороховица есть опять же говорю я уже как-то это видео было есть предложение просто у меня не получается больше дети и спрашивали вы не хотели бы переехать в украину я бы переехал если у меня в киеве была квартира только в киеве это мой любимый город и девочки тут выросли поэтому пока нет пока девочки не обустроиться а и жить на две страны с удовольствием все девчонки уже так все смотрят все так силами удобно всем всем пока пока мир мир однозначно оставайтесь добрыми позитивными спасибо вам огромное за комплименты за коменты пусть у вас все будет так как вы хотите пусть ваши мечты сбываются девчонки мечтайте мечта если есть мечта вы можете взорвать горы и мир перевернуть если только будет мечта и желание не поддавайтесь под влияние иногда нужно конечно высидеть время я понимаю особенно когда маленькие дети надо подготовиться должен был план я уже об этом рассказал но это вы не первое не последнее поэтому не стыдите своей судьбы не стыдите своих ошибок поверьте мне соседи поговорили и забыли пошли чистить картошку поэтому струйте свою судьбу так как удобно вам это однозначно жизнелюбие она продлит вам только жизнь